Итак, мы начнем с того, что я хотел бы рассказать о таком продукте, который есть в нашей линейке, как SIP-ATA и SIP-шлюзы компании Hanlong. Ну и прежде всего, давайте поговорим о том, где же такие устройства применяются. Как вы можете видеть из слайда, в основном они могут использоваться для подключения городской линии, например, к вашей цифровой АТС. Либо же в обратном порядке, это может быть через данный шлюз подключена цифровая линия, работающая по протоколу SIP, к вашей аналоговой АТС. И таким образом вы можете, например, экономить на связи, организовывая звонки в другие города и страны через линии интернет. И почему мы, собственно, занялись именно шлюзами Hanlong? Их основные преимущества это чипсет от компании Texas Instruments. Чипсет аналогичный тому, что используется в телефонах Eolink. Чипсет, который себя хорошо зарекомендовал, который предоставляет высокое качество связи, надежность и, в целом, довольно высокую стабильность работы. Данные устройства поддерживают передачу факса по протоколам T30, T38 и G711. Поддерживают наиболее популярные голосовые кодеки, такие как 711, 723, 29, ну и, собственно, 26 и GSM. Интерфейс данных шлюзов локализован и на русском языке, имеют встроенное подавление эха и позволяют использовать такие востребованные функции в офисной деятельности, как, например, переадресация звонка, перевод звонка, трехсторонняя конференция, горячая линия. Хотелось бы сразу оговориться, что эти шлюзы продаются у нас уже около года, и мы хотели бы быть откровенными своими клиентами. Первые партии были не очень удачные, некоторые устройства перегревались, были отказы работы веб-интерфейса, но уже сейчас мы продаем партии, на шлюзах можно будет увидеть сзади V3, маркировочку дополнительную. Это значит, что уже третье поколение железа, на котором все эти баги и неполадки откорректированы, и поэтому сейчас шлюзы работают довольно стабильно, ну и, собственно, работа над улучшением постоянно ведется. Производители у нас на связи есть, если какие-то проблемы возникают, то мы можем оперативно связаться с разработчиками и находить решения для возникающих проблем. Вот как бы все это в плюс к тому, что мы продаем именно эти устройства. Ну, а в модельном ряду есть такой аппарат, как Hanlong Unicorn 3001, это самый простой и самый дешевый из всех, что имеется в линейке. У данного устройства один порт FXS, то есть вы можете подключить аналоговый телефон, как проводной, так и беспроводной, и порт LAN, собственно, куда вы подключаете линию Ethernet, и, соответственно, вам будут доступны звонки по IP-телефонии. Следующая, более старшая модель, это Hanlong Unicorn 3002, здесь уже портов FXS 2, то есть может быть подключено два телефона, такой, так сказать, организован мини-офис, и два порта RJ45. Таким образом, кроме линии Ethernet, вы можете в режиме моста, либо в режиме шлюза подключить компьютер. И следующая модель, это Hanlong Unicorn 3101. Здесь уже есть один порт FXS для подключения аналогового телефона, и один порт, я, к сожалению, неправильно здесь на слайде указал, это не FXO, а порт Lifeline. То есть здесь просто подается городская линия, и в случае отказа питания, значит, эта линия все равно останется рабочей, то есть сигнал с нее будет подан на ваш аналоговый телефон, подключенный в порт FXS. И у этой модели также два порта RJ45, через которые может быть подключен компьютер. И самая старшая модель в ряду SIP-ATA, это Hanlong Unicorn 3112. Он оборудован полноценным портом FXO. Также есть порт FXS, куда подключается аналоговый телефон. Но основная особенность этого устройства заключается в том, что порт FXO программируемый. То есть он позволяет пробрасывать вызовы, поступающие на городскую линию, подключенную в этот шлюз, в сеть SIP. И обратно. Вызов, поступающий на ваш SIP-аккаунт, зарегистрированный на данном шлюзе, может быть проброшен в линию городской связи. Ну и таким образом, именно эта модель очень часто используется для подключения аналоговых линий, либо цифровых линий к различным ATS, о которых я говорил в самом начале своей презентации. Если говорить о шлюзах, то у нас в модельном ряду имеются 4 и 8 портовые шлюзы. И их отличительными особенностями также является использование чипсета от компании Texas Instruments. Поддержка передачи факсов по наиболее популярным кодекам T30, T38 и G711. Поддержка голосовых кодеков, наиболее часто используемых. Также веб-интерфейс локализован и переведен на русский язык. Имеется встроенное подавление эха. И поддерживаются точно такие же функции, о которых я говорил. Это трехсторонняя конференция, приадресация, перевод вызова. И хотелось бы также еще отметить, что для нас очень удобно и для наших клиентов очень удобно то, что движок, на котором работают данные устройства и программное обеспечение, полностью написано компанией Hanlong и ее инженерами. И в таком случае, если какие-то проблемы, либо необходимость в добавлении новых функций у клиента возникает, то инженерам очень просто этот функционал добавить, либо что-то изменить в своих устройствах, так как им не нужно обращаться к третьей стороне за какими-то разъяснениями, либо доработками. И вот с этой компанией, с Hanlong, нам поэтому очень удобно работать, что проблемы и какие-то новые задачи решаются довольно быстро, и с наименьшей затратой по времени и каких-то усилий. Ну и если говорить о шлюзах, то есть, собственно, шлюзы с портами FXS, четырьмя портами и восьмью портами. Данные шлюзы используются для того, чтобы организовывать удаленные мини-офисы чаще всего. То есть вы к четырем или восьми портам данного шлюза подключаете аналоговые телефоны, как проводные, так и беспроводные. И каждый порт этого шлюза имеет независимую регистрацию, собственную, на SIP-сервер. То есть вы можете как каждый телефон зарегистрировать под отдельный номер, так и все телефоны, подключенные в порты, могут работать по одному общему номеру, так сказать, в группе. И есть также шлюзы с портами FXO. Это Hanlong Unicorn 6040 и 6080. То есть здесь различие лишь в том, что вы к портам данного шлюза подключаете аналоговые городские линии, а порты регистрируются на SIP-сервере. И в таком случае вы можете к вашей цифровой АТС подводить аналоговые линии, которые могут быть либо географически удалены от расположения станции, либо, например, в случае использования наших станций, возможно, у вас используется больше 16 линий, а наши станции имеют только 16 разъемов, а у вас, к примеру, 20 линий. Вот эти 4 дополнительные линии вы можете подключить, используя такой вот шлюз компании Hanlong. Далее. В модельном ряду продукции есть такие устройства, как SIP-домофоны компании ITS. ITS Telecom – это довольно известная израильская телекоммуникационная компания, ну и одно из подразделений этой компании занимается производством домофонов. Выглядит схема работы этого устройства следующим образом. По сути, своей SIP-домофон – это привычный для вас SIP-телефон, но выполнен он в защищенном от влаги и пыли корпусе, который может быть закреплен на стене. И в таком случае вы этот домофон вешаете рядом с входной дверью. От этого домофона может быть выведен видеопоток в виде аналогового коаксиального кабеля, либо при помощи кабеля Ethernet, который в постоянном режиме онлайн транслирует сигнал с видеокамеры либо на аналоговый монитор, либо на монитор вашего компьютера. Ну а человек, приходящий в офис, нажимает кнопку вызова, и звонок приходит на стационарный телефон, который стоит на столе либо у охранника, либо у одного из сотрудников. И, поговорив с пришедшим, сотрудник может нажать кнопку на телефоне, запрограммированную специально под открытие двери, и удаленно впустить человека в офис. Выглядят домофоны следующим образом. Их есть несколько разновидностей. Заключается разница в том, что есть домофоны с одной пьезокнопкой, либо с 12-кнопочной пьезоклавиатурой. То есть, одна кнопка – это просто программируется номер, например, охранника, если ничего лишнего не требуется, а 12-кнопочная клавиатура может быть использована в тех случаях, если имеется, например, общий подъезд, в котором есть несколько офисов, и каждому офису нужен отдельный доступ. То есть, человек может, подходя к этому подъезду, набирать номер 1-1, попадать в одну компанию, 2-2 в другую компанию, ну и так далее. Кроме того, есть возможность сотрудникам набирать код доступа, и никому не звоня, домофон определит, что этот код, значит, подходит, и домофон сам откроет дверь. Корпус таких устройств защищен от пыли и влаги по стандарту IP55, значит, как я сказал, уже поддерживает коды доступа. Есть в модельном ряду устройства с аналоговой камерой, есть устройства с аналоговой камерой, подключенной к веб-серверу, и есть просто домофоны без камеры, но ко всем домофонам камера может быть подключена, например, какая-то, которая вам конкретно нужна, выберите под свои задачи, и чуть позже я расскажу, как можно ее подключить к этому устройству. Настройка домофона осуществляется с помощью веб-интерфейса, и эти устройства могут быть считываны, могут быть интегрированы с системами контроля доступа, например, с осчитывателем магнитных карт, либо какой-то установленной у вас системой. И диапазон температур от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия. На данный момент пока такой диапазон, сейчас эти домофоны, они уже должны были пройти тестирование в специальной лаборатории, чтобы в технических инструкциях можно было указывать меньшую температуру, там до минус 40, мы вот ждем документы, подтверждающие эти температуры. Но, как показывает практика, у нас на входе подобный домофон висит, и в режиме московских морозов работает вполне исправно. И если говорить об устройстве, то, глядя на заднюю часть домофона, вы можете увидеть, по цифре 1, это модуль для установки камеры, то есть вы можете сами подобрать камеру с определенными параметрами и установить в отсек, который имеется в каждом домофоне, питание подключить в контактную группу домофона. Есть регулятор громкости, есть порты, собственно, два порта RJ45, и контактная группа, которая цифрой 5 обозначена, как раз подается питание через эту контактную группу на камеру, производится управление дверью, и через данную контактную группу производится совмещение домофона с какими-то системами контроля доступа. Например, это может выглядеть следующим образом. Вы подключаете считыватель магнитных карт к контактной группе домофона, а сам домофон вы подключаете к замку. Замок может быть как магнитный, так и электромеханический. Тогда сотрудник вашего офиса, производя считывание своей карты, передает данные в систему контроля доступа, и если данные верны, то система посылает сигнал на открытие двери, который получает домофон, и, собственно, производит домофон уже, открытие замка, сотрудник впадает в офис. То есть все довольно просто и прозрачно. Ну и если теперь предлагаю перейти к обзору продуктов компании Ястар, о которых не упомянул Андрей Скалотто в своей презентации, значит, хотелось бы прежде всего сказать о таком продукте, как Факс-сервер компании Ястар. Называется данный Факс-сервер Бисфакс, и позволяет он организовать систему электронного документа оборота в вашем офисе и продвинутую работу с факсами и передачей документов. Сейчас я подробнее расскажу, как все это выглядит. Значит, это устройство имеет свое меню АВЕР для приема входящих факсов. То есть к нему подключается аналоговая линия, либо все ваши линии могут быть собраны в АТС, но от АТС через аналоговую линию подключен этот самый Факс-сервер. И когда человек звонит, клиент звонит на указанный номер для приема факсов, он может слышать АВЕР, который предоставляет Бисфакс, в котором предлагается не просто прислать факс вашу компанию, а указать конкретного сотрудника, которому вы хотите передать факс. Зачастую это бывает очень востребованным. Это устройство позволяет автоматически конвертировать документы в формат TIFF. Работая с этим факс-сервером, вы используете программу клиент, что-то наподобие почтового клиента, всем нам известного Outlook. И процесс организации, точнее процесс передачи факса, это всего лишь вам необходимо взять документ, это может быть PDF либо Word документ, и вложить его в этот клиент. Бисфакс, собственно, сам сконвертирует этот документ в формат TIFF и передаст во внешнюю сеть по номеру назначения. Также может быть организована отправка факсимильного сообщения группе адресатов, что тоже очень удобно. Вы к документу, который вы создаете в этом клиенте, можете прикрепить подпись и печать организации, что вам позволит сэкономить бумагу, время и в целом оптимизировать работу вашего офиса. И я сейчас подробнее буду рассказывать о том, как это все выглядит. Скажите, пожалуйста, в чат, коллеги, вот я сейчас открыл окно, всем ли хорошо видно? Может быть стоит развернуть на весь экран, чтобы было лучше видно? Если хорошо видно, плюс в чат, если плохо, минус. Минус, минус, минус. Так, понял вас. Ну, тогда временно сейчас я чат закрою этим окном, но думаю, что видно будет лучше. Угу. Так, одну минуточку. Вот, ну вот таким вот образом. Значит, все равно, конечно, не очень хорошо, но получше. Так вот, клиент выглядит следующим образом. У вас есть возможность просматривать входящую папочку. То есть, сюда складываются все факсы, пришедшие на ваш общий номер. Есть возможность при помощи кнопок набора набрать необходимый номер, куда надо отправить факс, и вызвать его через эту программу. Услышав гудки от фоксимильного аппарата на другой стороне, вы просто передаете факс. Точнее, вы можете донабрать внутреннего абонента, и потом уже, услышав гудки, отправить факс. В окне этого клиента видно, что есть возможность просматривать исходящие факсы, есть возможность работать с контактами, и есть возможность посмотреть вообще участников, которые есть в вашем факс-клиенте. Вот я сейчас красным курсором попробую все эти области вам показать. Значит, вот что касается организации вашего офиса. То есть, у каждого сотрудника есть свой внутренний номер, на который клиент может отправить вам факс. Это очень удобно в том случае, если, например, менеджер ведет клиента, и нужно от клиента получить договор. Клиент дозванивается на ваш номер факса, вводит добавочный номер менеджера и отправляет факс непосредственно менеджеру. Значит, что делает менеджер? Он проверяет полученный договор, и дальше делает следующее. Он пишет письмо и указывает, допустим, номер клиента, куда вкладывает исправленный договор со всеми необходимыми пометками, и на этом договоре нужно поставить печать и организации, и подпись, например, бухгалтера. Вот чтобы менеджеру, как в обычной нашей жизни, используя обычный факс, не бегать по офису, не собирать подписи и бумажки, он что делает? Он добавляет в письмо вордовский документ, и это письмо по внутреннему номеру передает в такую же клиентскую программу в бухгалтерию. Значит, бухгалтерия проверяет содержимое, может отредактировать прямо в клиенте необходимые моменты, договор, вот я привел пример с содержимым коробок, но это не имеет значения, и с помощью панели инструментов добавить сюда печать и подпись организации. То есть сам менеджер таких вещей, например, сделать не может, чтобы соблюсти правила безопасности организации. И вот после того, как бухгалтер все проверит, правильность договора, он ставит сюда цифровую подпись и печать, они могут быть загружены в этот клиент. И, собственно, это письмо уже отправляется непосредственно к клиенту, который должен с этим договором ознакомиться, и тем самым вы избегаете большого количества беготни по офису. Если у вас, грубо говоря, кончились чернила, если у вас заживала бумага, никаких этих факторов уже не будет. Ну а руководству очень удобно, руководитель может иметь доступ к общей папке и просматривать все входящие факсы в вашу организацию, видеть вообще в целом общий поток приходящих факсов и что-то для себя там важное найти. Есть у нас две модели таких устройств. Это Bisfax E100, в котором один порт FXO и один порт FXS, и есть в нем 25 клиентских записей. То есть 25 сотрудников могут одновременно работать с факсом. То есть фактически вы ставите как бы каждому сотруднику по факсимильному аппарату. То есть фактически у вас 25 факсимильных аппаратов в офисе. Порт FXO нужен для подключения этого устройства либо к АТС и уже использования линий АТС для передачи факса, либо напрямую вы можете городскую линию подключить. Ну а порт FXS используется для того, чтобы подключить факсимильный аппарат. Бывают все-таки такие случаи, когда нужно все-таки факс распечатать и получить его, поэтому предусмотрен такой порт. И также есть модель Bisfax E200. Здесь два порта FXO, два порта FXS. Количество пользователей здесь уже 50. Как хочу вам отметить, организован процесс передачи факса. Одновременно могут работать с вот этой вот клиентской программой все пользователи, то есть либо 25, либо 50, создавать письма, отправлять факсы. И несмотря на то, что линия FXO даже, допустим, она одна, как в модели E100, устройство само выстраивает все отправляемые факсы в очередь, и затем постепенно в порядке очереди эти факсы передает нужным адресатам. Так что они будут, ваши факсы, в любом случае доставлены до конечного клиента. Ну и в итоге это ведет к уменьшению расходов, то есть экономия электричества, экономия бумаги, экономия времени. Соответственно, время на обработку клиента уменьшается, время на перемещение по офису и сбор подписи и печати уменьшается. Чем больше организация, тем больше времени требуется на этот процесс. Также использование без факса – это защита документа оборота, то есть вы можете, как я уже говорил, распределить права проставления печати и подписи. То есть все-таки есть орган, который будет отслеживать правильность составления документа. И это надежность. То есть у вас, используя такое устройство, в самый подходящий момент не закончится ни чернила, ни с бумагой ничего не случится. Ну и это мобильность. То есть тут вам главное – это подключение к сети. То есть вы можете, например, со своим ноутбуком куда-то уехать в командировку, либо отъехать по делам или навстречу. Главное – иметь доступ в интернет, чтобы вы могли подключить ваш клиент, создать сообщение, например, для отправки, либо зайти в папку входящих сообщений и таким вот простым способом обменяться факсами. То есть вам даже физически не надо в офисе находиться. И далее. По модельному ряду. Есть в модельном ряду продукции компании E-Star интерфейсные платы. Это плата IE110, которая используется для приема-передачи потока E1. Плата этот поток просто транслирует. Никакого управляющего элемента в себе она не несет. Все управление производится при помощи стороннего программного обеспечения. Например, можно использовать всем известный и довольно популярный Астериск. Как бы банально это ни звучало. Есть платы TDM400. Используются они, например, для работы того же Астериска, когда он у вас развернут на своем собственном сервере и вам нужно подать на этот сервер физические линии. То есть вот в эту плату могут быть установлены модули O2 и S2, соответственно, с портами FXO и FXS. И есть плата TDM800. То есть 8 портов физических вы можете подключить к своему серверу коммуникационному. И здесь, кроме перечисленных ранее плат, можно также ставить плату SO, которая особенно тем, что у нее один порт FXS и один порт FXO. И если у вас пропадает питание на этот сервер, то линия, подключенная в порт FXO, продолжит работать, так как она напрямую замкнута с портом FXS, куда может быть подключен аналоговый телефон. По требованиям пожарной безопасности современным, такая хотя бы одна линия, но должна в компании присутствовать в виде резервной или какой-то там аварийной. Так что имейте в виду. И есть такой продукт, как Skype-коммутатор под названием C-Sky. Что же это такое? Есть две разновидности продажи нашей компании данного продукта. Это решение C-Sky EE, полностью программное решение, которое устанавливается на компьютер в вашей сети. Либо это может быть вот такое совокупное решение, как программа C-Sky, работающая с платой для передачи сигналов по цифровому потоку. И как же, значит, эта программа работает? Устанавливается данное программное обеспечение либо на Windows Server 2003, либо на компьютер с Windows XP. И является, по сути, шлюзом, который позволяет переадресовать звонки из сети в Skype в SIP. Что же она умеет? Значит, функции. Это вы можете при помощи данной программы реализовать кнопку Click to Call на своем сайте, когда клиенты, посещающие ваш веб-сайт, нажимают мышкой на кнопочку и инициируют вызов на ваш Skype ID. Вы можете принимать входящие вызовы из линии Skype. То есть, в данном программном обеспечении вы указываете свой Skype ID, который вы хотите использовать. Так как эта программа является шлюзом, она уже по протоколу SIP связывается с, например, астериском, развернутым где-то у вас на сервере, либо это может быть ATS, также поддерживающий протокол SIP. И все входящие вызовы, поступающие на ваш Skype ID, уже по протоколу SIP передает вам, как, например, входящую линию, которую вы можете регулировать, как хотите. То есть, на IVR ее направить, либо на какую-то группу номеров. Также при помощи этого Skype-коммутатора вы можете делать исходящие вызовы на Skype ID. То есть, так как это полноценная линия, которая подается на вашу ATS, вы можете со своего телефона, например, с телефона Я-Link, при помощи кнопок, вы можете набрать прямо Skype ID, то есть, латинскими буквами имя, и, нажав вызов, через вот данную линию с Sky, такой вызов осуществить. Вы можете делать исходящие вызовы Skype Out. Я думаю, ни для кого не секрет, что Skype предлагает очень дешевые направления для звонков в Европу. Вы можете точно так же со своего телефона набирать номера ваших европейских партнеров и коллег, и через вот эту линию Skype такие вызовы делать. И это до 30 одновременных вызовов по линии Skype. То есть, в данном коммутаторе вы указываете свое Skype ID. И коммутатор сам создает до 30 каналов, которые по протоколу SIP будут переданы на вашу ATS. То есть, на один ваш Skype ID в принципе можно принять и отправить с него до 30 одновременных разговоров. Вы можете, например, использовать при помощи этого коммутатора не один Skype ID, а несколько. То есть, например, несколько компаний могут использовать свои разные Skype ID. И на один Skype ID будет возможно делать до 10 вызовов, на другой до 20. То есть, довольно гибко настраивается в зависимости от ваших нужд. И вот я вижу, Егор написал в чате, будет ли эта программа переписываться на более современный ОС. Вы знаете, сейчас диалог ведется о поддержке 2008 сервера. Но пока только 2003 сервер, либо Windows XP. Все зависит от спроса. Видите ли, пока, к сожалению, тенденция такова, что спрос на нее невелик, но он постоянен. То есть, в постоянном среднем уровне. И пока вопрос с более современными ОС он открыт. Еще я на минутку хотел бы задержаться на слайде со Skype-коммутатором. Хотелось бы обратить внимание, что есть подобное решение от самой компании Skype. Называется оно Skype Connect. Это точно так же работает услуга по тем же принципам, которые я объяснял. Но у нашей программы есть преимущество. Первое в том, что вы можете звонить непосредственно на Skype ID, то есть вызывать абонентов Skype, в то время как Skype Connect предоставляет вам только Skype Out, то есть вызов городских и мобильных номеров. И второе существенное преимущество, то что наша программа продается в виде пожизненных лицензий. Например, вы отдаете 1800 рублей за два канала, то есть два одновременных разговора по линиям Skype, которые ваши на всю жизнь. А услуга Skype Connect от самого Skype реализуется таким образом, что использование одного канала стоит 10 евро в месяц. И таким образом, вам придется постоянно платить за использование этой услуги. И чем больше каналов вы будете использовать, тем больше будет ваша плата. Ну и плюс ко всему, при использовании Skype-коммутатора, развернутого на вашей машине, вы всегда сможете гибко настроить использование Skype ID и организацию входящей и исходящей связи. Так вот, теперь я хотел бы на основе того, что рассказали мы с Андреем в течение предыдущих презентаций и сегодняшней презентации, привести несколько примеров, как может быть реализовано использование нашего оборудования. Кому-то эти примеры могут показаться банальными, но в них отражена основная суть работы и это такие наиболее простые и понятные примеры. Вообще, оборудование, основанное на протоколе SIP, применяется, используется и интегрируется очень гибко и схем довольно много. В последующем мы попробуем с нашими партнерами организовать цикл вебинаров с описанием примеров интеграции, примеров интересных решений. Ну а сейчас такие типовые, простые примеры. Собственно, лучший пример это мы сами, поэтому я бы хотел рассказать об организации коммуникационных узлов в наших компаниях. И вот сейчас я расскажу, как устроена связь в нашем московском офисе. У нас установлена станция MAP-BX1600V4, в которой установлены два модуля S2, подключено несколько аналоговых телефонов, которые работают в суровых условиях на складе, который не отапливается туда, просто жалко ставить SIP-телефоны, поэтому туда установлено аналоговое устройство. И в один из портов FXS подключен фоксимильный аппарат в виде резервного узла для передачи приема факсов. Через коммутатор подключены мультимедийный телефон WP-530 для руководства и менеджеров, телефон SIP-T28 с модулем расширения для секретаря и возможностью отслеживать статус абонентов в офисе, и для рядовых сотрудников телефоны SIP-T22 и T12. На входе в офис установлена панель SIP-домофон ITS-Pantel с возможностью введения кода сотрудниками, чтобы они могли быстро попадать в помещение. И в станции установлены два модуля О2. Таким образом подключен московский номер, три канала таким образом подведены, и подключен один канал для приема передачи факса. Через ВАИП-линии, то есть мы зарегистрированы на нескольких ВАИП-провайдерах, мы имеем виртуальные номера Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. То есть в нашей дилерской сети довольно большая доля продаж приходится на эти крупные города, и клиенты, которым требуется поддержка и консультация, звонят на свой, допустим, екатеринбургский номер, платя тем самым либо совсем мало, либо ничего, а звонки поступают к нам в Москву, где мы централизованно их обрабатываем и осуществляем поддержку, либо продажу оборудования. И при такой схеме, при регистрации таких вот цифровых номеров, вы можете физически, если вам потребуется, например, со временем расширение офиса и переезд, вы можете физически взять свое оборудование, собрать его в старом офисе и после этого развернуть в новом месте, а все ваши номера останутся за вами и вся ваша клиентская база не потеряется. У нас станция зарегистрирована также на наш Сискай-коммутатор, который развернут на одной из локальных машин. Мы используем корпоративное имя IP-матика, то есть Skype ID наш. Вы можете попробовать как-нибудь в сети Skype найти нас по этому Skype ID и позвонить на него. И вот если вы на него позвоните, то в своих наушниках вы к удивлению услышите наш AVR и будете в порядке общей очереди обработаны, то есть ваш вызов будет принят. Если вам удобно использовать такой коммуникационный канал, то мы готовы пообщаться с вами и через линии Skype при помощи Skype-коммутатора. И для исходящих звонков по России и в Межгород мы используем линии SIPNET и Telfin, на которых станция зарегистрирована. И кроме всего прочего, в станции установлен GSM-модуль для того, чтобы реализовать использование корпоративного тарифа, либо, если уж совсем будет плохо с интернетом, то как резервный канал связи, то есть хотя бы на мобильные номера, но мы будем получать вызовы. Ну а корпоративный тариф удобно использовать в тех случаях, в нашем примере, например, водители много перемещаются по Москве, и у них есть корпоративные сим-карты, что удешевляет услуги связи, им удобно дозваниваться до нас, используя наш мобильный номер. И при помощи функции Vibe-канал наша станция соединена с станцией в компании IP-MATIKA Украина, и сейчас я расскажу, как у них организован офис. Так вот, в киевском офисе стоит станция MAPBX400, обусловленная это тем, что изначально офис был не очень большой, сотрудников было немного, но со временем компания развивалась, значит, и офис разрастался. В станцию это установлен модуль S2, через который подключен бисфакс и, собственно, фоксимильный аппарат для организации электронного документа оборота и работы с факсами. Через коммутатор также подключен у руководителя видеотелефон для осуществления видеосвязи с московским офисом, у секретаря телефон Т28 с модулем расширения для отслеживания абонентов, ну и также телефоны у рядовых сотрудников Т22 и Т12. У некоторых сотрудников установлены шлюзы, ну вот я здесь схематично нарисовал СИПАТА с подключенным аналоговым телефоном, но телефоны там на самом деле не проводные, а беспроводные, чтобы они могли перемещаться по офису, но тем не менее иметь как бы внутренний СИПовый номер. И в станцию подключен модуль B2 для того, чтобы от провайдера связи получить киевский номер городской и номер для получения передачи факса именно вот по технологии BRI. Точно так же, как и станция в Москве, через линии интернет, это киевская станция MAPO X400, зарегистрирована на нашем же сервере, на котором развернутся Sky шлюз в сеть Skype, и на этом шлюзе мы зарегистрировали второй Skype ID IP-матик Украина, он точно так же там работает, но как бы вот компьютер физически находится в Москве, и вы можете, позвонив на этот Skype ID, точно так же попасть в наш киевский офис. Ну и через этот шлюз наши коллеги из Киева осуществляют некоторое количество исходящих вызовов в Европу посредством Skype Out. Подключены в этой станции линии SIPNet и Telfin для исходящей связи, и так как я вот рассказывал, офис развивался со временем, нет возможности у MAPO X400 установить GSM-модуль, нам пришлось подключить через регистрацию GSM-шлюз NeoGate, и для того, чтобы использовать корпоративный мобильный тариф. И похожим обратным каналом, через функцию Vibe-канал, эта станция зарегистрирована со станцией, точнее связана со станцией в Москве, с компанией Appymatica Россия. И есть в нашем примере третья точка, это сервисный центр компании Appymatica, который находится в Санкт-Петербурге. В этом сервисном центре мы установили MAPO BX U510, в которой есть возможность работы с потоком E1. Поток этот, я сейчас позже расскажу, как он организован. В станцию установлен модуль S2, к которому подключен аналоговый телефонный аппарат и фоксимильный аппарат. Через коммутатор подключены SIP-телефоны, это видео-телефон для руководства, и телефоны SIP-T26 для сотрудников. К каждому телефону подключена гарнитура EHS-32, так как поток вызовов очень большой, операторам приходится много отвечать на звонки, и в гарнитуре это делать довольно удобно, чтобы руки оставались свободными. Точно так же, как и в Москве, на входе в офис установлен SIP-домофон, и для удешевления рабочего места организованы удаленные рабочие места. То есть многие сотрудники работают на дому, используя USB-телефоны и софтфон, для того, чтобы удаленно регистрироваться на АТС, и тем самым обрабатывая часть вызовов. То есть клиент, звоня в сервисный центр, попадает на оператора, и оператор находится дома, и они занимают рабочую площадь в офисе, и отвечают на вызовы. Клиенту это совершенно неизвестно, но тем не менее это экономит довольно большое количество средств. Так вот, городской многоканальный номер, так как поток вызовов очень большой, подключен через поток Е1, чтобы одним кабелем подвести связь к этому питерскому узлу, и не использовать большое количество проводов. В станцию установлена карта GSM, и используется корпоративный мобильный тариф. И на этой станции зарегистрированы линии СИПНЕТ и Телфин для исходящих вызовов. Но кроме того, станция имеет регистрации на АТС в Москве и в Киеве. То есть здесь уже именно через регистрацию сделано, то есть станция в Санкт-Петербурге является клиенткой АТС в Москве и в Киеве. И если посмотреть на картину в целом, то у нас получается некий треугольник. Станция в Москве находится на реальном IP-адресе и защищена межсетевым экраном. Через ВАИП-канал соединена станция, которая находится уже за роутером, спрятана за НАТОМ в Киеве. Ну а станция в Санкт-Петербурге, вот таким вот образом имеет регистрацию, то есть подчиняется, как бы является клиентом станции в Москве и в Киеве. Вот, что мы получаем благодаря использованию такого решения. Рядовой пользователь в Москве набирает номер, начиная с цифр 4.9, и АТС понимает, что этот номер, это городской номер, и данный вызов надо отправить через городские линии связи. Станция отправляет вызов через аналоговые модули в линию ПСТН, в городскую линию. Если пользователь набирает номер, начиная с восьмерки, то АТС понимает, что это сейчас будет мобильный номер, и отправляет вызов через GSM-модуль. То есть таким образом построены исходящие маршруты, где станция сама понимает, как оптимально организовать распределение исходящих вызовов. Если набор номера пользователя начинает с семерки, то АТС понимает, что сейчас будет набор междугородного номера, и использует ваип-оператора, ваип-линии, для того, чтобы организовать связь. Если перед набором номера я набираю 2 нуля, то станция понимает, что она должна направить вызов через шлюз C-Sky, то есть за двумя нулями может быть либо Skype-out, то есть номер Европы, какой-то там европейский номер, либо там может быть Skype-ID, например, 2 нуля, IP-матика, нижнее подчеркивание, Ukraine. Вызов идет через линии Skype. Если я набираю 5 номер, начиная с 5-ти и трехзначный, то это будет наш офис в Киеве. Мы уходим по ваип-каналу в Украину. А если я начинаю набор номера с единицы, трехзначной, то это внутренние номера в моем московском офисе, и станция соединит меня с моим коллегой где-то в офисе. Благодаря использованию ATS и ASTAR пользователям доступны такие функции, как IVR, когда вас приветствует девушка либо мужской голос и говорит, куда вы попали, вводит вас по меню, то есть предлагает вам соединиться с отделом продаж, либо с технической поддержкой. Позволяет организовывать конференции, создавать группы обзвона, создавать очереди, когда клиенту сообщается, что извините, вы сейчас должны подождать, пока оператор не освободится, вы сейчас в очереди находитесь, например, вторым. То есть это удобно для того, чтобы не терять клиентов. В станции организована такая возможность, как голосовая почта, защита станции межсетивым экраном, ну и довольно много особенностей, которые вот здесь все приведены. Хотел бы подчеркнуть такие возможности, как Music on Hold, чтобы пока человек ждал, он может послушать приятную музыку. Ну и, пожалуй, остальное, я думаю, все понятно. И если говорить о том, как объединены наши офисы, то вот московский офис построен на телефонах 20-й серии, у менеджеров телефоны с цветным экраном T38G, у руководителей VP530. Это все позволяет добиться очень высокого качества передачи голоса, мы прекрасно друг друга слышим. В киевском уже офисе используются только телефоны, точнее, используются телефоны с гигабитным разъемом, это T32G и T38G. Ну и у руководства мультимедийный телефон VP530, то есть у них сохраняется высокая скорость работы с сетью по технологии гигабит Ethernet, и также HD, качество передачи голоса. Мы друг с другом общаемся через канал интернет, ну, прекрасно друг друга слышим, и качество связи отличное. Ну, а руководство может лишний раз, как бы, не тратиться на командировки и не терять свое время, осуществить видео вызов, и все-таки посредством видеосвязи, посредством передачи эмоций, жестов, передается гораздо больше информации, чем просто аудиосвязь. Ну и, как бы, собственно, все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо.